Ребята, всем привет! С вами Николай Сверидов. Это значит, что вы находитесь на моем канале, где мы обсуждаем различные прикольные питонячьи штуки. Ну и не только. Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению написания всяких клиентов. Только теперь мы будем их тестировать. И сегодня я вам покажу, что такое MonkeyPatch, и вообще зачем он нужен, и что такое простенький мок запроса в внешний сервис на тестирование. Кто не смотрел первую часть ролика, обязательно посмотрите, чтобы быть в контексте того, что мы с вами делаем. А я вам напомню. Мы, значит, написали воркера, который работает с двумя клиентами. WikiClient и PLOSClient, которые отдают нам какие-то JSON-ки. Вот такого вот плана. Это если туда прям брать и боевыми запросами ходить. И второй ответ. Вот он вот какой-то такой. Ну, то есть, это абсолютно такие, ну, по сути, заглушки для ответов. Но, тем не менее, что запрос действительно делается куда-то там на внешний сервис, и нам действительно приходит ответ в виде JSON. Я хочу теперь протестировать своего воркера. Каким-то образом. То есть, что у меня должно тестироваться? Разумеется, должны тестироваться запросы. Но давайте с вами взглянем на ситуацию с точки зрения нашей инфраструктуры кода. То есть, что такое, что запрос сделан. Это означает, что у нас отрабатывает по-хорошему метод makeGetRequest. При этом мы не хотим делать прям вот боевой запрос на сервис. Потому что, ну, все-таки мы с тестами работаем. И нам достаточно того, что метод makeGetRequest в нашем воркере действительно запускается. То есть, когда мы будем вызывать метод call, мы хотим убедиться, что метод makeGetRequest, он запускается. При этом, ну, вот здесь, я знаю, это не самая лучшая реализация двух клиентов. Фактически у нас один клиент, который работает в зависимости от того урла, который мы ему отдали. Но тогда тут задача, то есть, если бы у нас какая-то инкапсулированная логика была еще внутри вики-клиента и плос-клиента, ну, например, makeGetRequest были привязаны каждый к своему типу клиента, мы бы смотрели, что у нас конкретно каждый клиент действительно запускается. Вот, проверяли бы по отдельности. Но условие такое, что нам на тесте нужно будет посмотреть, что метод makeGetRequest нашего конкретно-бейс-клиента запустился два раза в процессе работы нашего воркера. Давайте напишем такой тест. Я объявляю внутри нашей директории проекта папку tests. И внутри папки tests я объявляю, завожу файл тест-воркер. Добавляю его в репозиторию, пускай будет. И пишу тест-воркер. Не забываю дев сделать, потому что это, разумеется, тестовая функция. Смотрите. Мне нужно первым делом создать воркер, который я буду тестировать. Я возьму и просто скопирую это все из моего main файла. То есть, всю вот эту логику я отсюда заберу. Потому что, когда я буду пытаться импортить, у нас весь этот код попытается запуститься. Это, конечно же, не нужно. Давайте я его скопирую и подшаманю. То есть, я объявляю какой-то wiki URL. Он, на самом деле, в нашем случае, может быть любой. То есть, я его тут объявлю как тест URL. Что-нибудь из этой серии. Тест URL wiki и тест URL PLOS. URL PLOS. И смотрите. Так, я, разумеется, импортирую wiki клиент и PLOS клиент из своего файла main файл. А также мне нужно импортировать воркера из main файла. То есть, смотрите, что здесь происходит. У меня создаются два клиента. Создается воркер, который в себя принимает эти два клиента. Wiki клиент и PLOS клиент. Дальше запускается наш воркер. Как я уже сказал, наша задача проинспектировать, что наши клиенты действительно запускались. Если мы сейчас с вами попробуем запустить наши тесты, наш тест. Я добавляю новый конфиг. PyTest. Где у меня PyTest? Вот PyTest. Указываю путь к тестам. Тест. Тестворкер. И рабочая директория у меня будет директория моего проекта. Нажимаю ОК. И давайте попробуем запустить. Увидим, что все отвалится. Вообще не отработает. Он напишет failed. И что он нам напишет? Connection, Create Connection. Он не может создать Connect к моему тест-урлу, который я тут задал. Разумеется, потому что это абсолютно какой-то битый урл. Меня вообще не устраивает, что мы в тестах куда-то хотим ходить. Поэтому я сейчас воспользуюсь так называемым МОКом. Я поставлю заглушку, которая мне подменит мой метод внутри concrete-base клиента. То есть я сейчас подменю MakeGetRequest на какой-то другой метод, который позволит мне взять и убедиться в том, что при отработке воркера у меня MakeGetRequest действительно запускается. Я давайте возьму и скопирую сигнатуру моего метода. То есть я прямо здесь, прямо внутри функции тест-воркер, создаю еще одну функцию, называю ее МОК MakeGetRequest. Никакого селфа тут не будет. И смотрите, в чем суть. Я говорю, что поскольку я вот так вот спроектировал, что мне MakeGetRequest вызывается из одного клиента и из другого, у меня какое условие прохождения теста, что воркер у меня отработал. Это ситуация, когда мой MakeGetRequest, он запустится два раза. Первый раз запустится с клиентом Вики, а второй, точнее для, а второй для клиента Плосс. Соответственно, я что могу сделать в своем тесте? Я могу сейчас завести ExecuteCounter, который в начальный момент будет равен нулю. А внутри MakeGetRequest я буду увеличивать его на единицу. При этом мы помним, что область видимости у нас ExecuteCounter, она ограничена вот этой вот функцией MakeGetRequest. Соответственно, я должен объявить ее как non-local переменную. ExecuteCounter. И в чем суть? Смотрите, я сейчас подменю основной метод, вот этот MakeGetRequest, на MockMakeGetRequest. И в процессе работы у меня счетчик ExecuteCounter будет увеличиваться. В зависимости от того, сколько раз у меня попытается дернуться метод MakeGetRequest. Соответственно, что я сейчас должен здесь написать? Я должен здесь написать MonkeyPatch. MonkeyPatch это штука, которая позволяет вам брать и мокать ваши, ну не только методы, но в нашем случае она нам нужна для того, чтобы мокнуть метод, чтобы заменить один метод на другой. Многие могут спросить меня, Николай, а почему мы просто не возьмем и не запишем, допустим, ConcreteBaseClient.MakeGetRequest равно MockMakeGetRequest. Отвечаю, потому что когда вы попытаетесь заменить внутри вашего класса вот этот метод на моковый, он изменится для всех последующих тестов. Например, предположим, что вы потом еще что-то будете тестировать, и вам нужно будет уже иметь метод вот в таком виде, в котором он действительно тут есть. Вы там будете, не знаю, с помощью какого-нибудь IUResponses еще что-то тестировать, какие-то запросы. Мы еще про это поговорим в следующих роликах, что такое IUResponses. Вот, то есть, а наша задача сделать так, чтобы у нас Mock был только на период, чтобы замена случилась только на период запуска нашего вот этого конкретного теста, тестворкер. Соответственно, вот этот вот MonkeyPatch, он позволяет нам это сделать. Мы пишем MonkeyPatch, вызываем команду setAtr. И дальше, смотрите, какая тут интересная сигнатура. Нам нужно прописать путь к нашему ConcreteBase клиенту, к функции MakeGetRequest. Мы пишем у нас mainfile, точка, имя класса и имя нашего метода, который мы подменяем, который мы пытаемся замокать. Вот я его пишу. Это первый аргумент. А вторым аргументом мы должны отдать ту функцию, которая у нас будет мокать, то, что мы хотим заменить. Я отдаю. И теперь, когда у меня будет запускаться мой клиент, мои клиенты, будет дергаться метод MakeGetRequest. Давайте в дебагере мы это пройдем. Я сейчас поставлю сначала здесь breakpoint. И убедимся, что пока мы не замокали, у нас действительно MakeGetRequest будет вызываться вот отсюда. То есть, мы зашли в наш метод, который будет делать боевой запрос на какой-то внешний сервис. Либо на какой-то URL, который не существует. Вот. И давайте посмотрим, какой эффект у нас будет, если мы использовали monkeypatch. И я специально вот здесь поставлю breakpoint. Запускаемся. Ага, вот, смотрите. Важный момент. То есть, сейчас мы упали с ошибкой type error. Мок makeRequest takes no positional arguments, but 1 was given. Почему это произошло? Потому что, смотрите, у меня MakeGetRequest принимает аргумент self. Он хотя бы один аргумент принимает. Он принимает экземпляр самого клиента. А мой мокнутый, значит, метод, он не принимает вообще никаких аргументов. При этом, может такая ситуация сложиться, что, ну вот, смотрите, здесь может быть сколь угодно много различных аргументов. Вот, чтобы на моках за этим вообще не следить, я рекомендую всегда добавлять вот эту пристройку arcs quarks. И тогда вы будете вообще никаким образом не привязаны к тому, сколько у вас аргументов принимает ваша исходная функция. То есть, мы взяли и, по сути, унифицировали это все. Теперь она работает с любым количеством аргументов мог MakeGetRequest. И почему так произошло? Потому что, опять же, напоминаю, вместо MakeGetRequest у нас теперь мог MakeGetRequest вызывается. Она принимает ноль аргументов, а мы пытаемся туда self вкорячить. Соответственно, у нас все отваливается. Давайте перезапустимся. И это ответ, почему нужно чем-то хорош arcs quarks. Запускаемся и видим то, что теперь у нас вместо метода MakeGetRequest, нашего боевого, вот этого, запускается наш mock-метод. И он наращивает счетчик. Когда я сейчас попробую переместиться к другому breakpoint, вот c равно 1. Смотрите. ExecuteCount равно 2. То есть, у нас произошел запуск двукратный наших клиентов. При этом мы можем с вами посмотреть даже, вот у нас в качестве arcs quarks, но мы сюда урлы не прокидываем. Единственное, что плохо. Можно, конечно, докрутить наши клиенты таким образом, чтобы там еще, точнее, вот этот вот метод мог MakeRequest докрутить, чтобы еще и урлы смотрелись. Но если мы сейчас с вами запустимся, давайте посмотрим. Вот варкс пришли. Смотрите, что у нас варкс. У нас лежит wiki-клиент. И мы видим, что у нас base url, тест url wiki. Но мы можем здесь, например, каким-то образом, во-первых, executeCount и написать еще какой-то лист executed urls. Ну, и пускай это будет set. Ну, пустое множество. И мы его тоже возьмем и объявим non-local executed urls. И будем просто добавлять этот executed urls, делать update. Что у нас тут? Вот, у нас здесь варксах, ну, будем обращаться, args 0 base url. Base url. И будем добавлять его в наше множество. Давайте еще раз посмотрим, что теперь у нас будет, когда мы закончим работу, когда мы попробуем вызвать наш воркер. Значит, вызываем. И, смотрите, запустилось у нас два раза. При этом, если... А, executed urls, но он взял и... Он раскидал это посимвольно. Конечно, это нас не сильно устраивает. Давайте мы с вами запустимся еще раз. Ну, я думаю, вы понимаете, что происходит сейчас. Так, base url я возьму вот таким вот образом. Смотрю, что тут лежит. HTTPS. А, ну, хорошо. Не update, а add, конечно. Это была моя ошибка. Вот. Давайте запустимся. Что происходит, что происходит, что происходит. И теперь смотрим. Мы хотим посмотреть executed urls. Count двум и executed urls. Executed urls. Обратите внимание, теперь у нас оба наших урла были действительно продерганы. Вот. И давайте с вами теперь сделаем проверку. Самое главное. Assert. Execute count равно равно двум. И второе. Assert. Наше множество урлов, которые мы запускаем. То есть, wiki url. И plus url равно executed urls. То есть, мы смотрим, что у нас действительно два раза запускался наш метод make get request. А также, что были продерганы оба urls, которые используются для постройки наших клиентов. На самом деле, ну тоже криповый способ такое написания теста. Вот теперь у нас все проходит, все замечательно. То есть, по технологии можно, если бы у нас клиенты были разнесены, по их методы get request были бы разнесены, отличались от клиента к клиенту, то здесь можно было бы написать две функции. Одна была бы mock execute один клиент, да, а вторая mock execute второй клиент. И добавлять здесь какие-то были бы флаги, например, wiki client executed. В начальный момент времени это было бы false. А внутри mock make get request для каждого клиента это менялось бы на true. Потом мы просто бы проверяли, что эти клиенты у нас запускаются. Но такой вот тест тоже имеет право на жизнь. Я думаю, в академических интересах вполне себе неплохо. Соответственно, я думаю, что на этом пока все. Я надеюсь, вам этот ролик понравился. Поддержите его лайком, ну или дизлайком, или комментарием, чем угодно. Очень важен мне ваш фидбэк. Фидбэк. В любом случае, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, это будет для вас полезно. И вы попробуете пописать что-нибудь из тестов с использованием monkey patch. Спасибо вам большое.